всем привет два дня назад стоял в пробке тут не сигналят смотрю коля охотник мой друг говорит поехали в карачаево черкесию на охоту на медведя а это моя мечта естественно я не смог отказаться в общем сегодня пятница и мы сегодня выдвигаемся сейчас еду забираю саню и едем в карачаево черкесию какой район я не знаю сколько людей будет я не знаю пока вообще никакой информации нет полностью все собрал все что можно было взял с собой карабин браунинг бар мк-3 сказали будет три лицензии на медведя на козла и на кабана лицензии все открытые не знаю сделал все приметы которые только возможны которые соблюдают охотники надеюсь все получится взял нож новый это основная предмета в общем сейчас выезжаю забираю саню и мы выдвигаемся коля еще с одним напарником поедет поедем на двух разных машинах будем пробовать брать зверя не знаю на таких охотах ни разу не был поэтому ничего сказать не могу в горы едут первый раз что там предстоит вообще понятия не имею но видео смотрел там красота конечно неописуемо если что будет интересно и все сниму все увидите расстояние от краснодара 350 или 370 километров такие дела мы сейчас выдвигаемся а и и и Все нормально, кипим, начинается у нас вечерняя трапеза и переходим к утричней охоте. Да, но сначала с белого варенья. В поле сегодня 40 лет. Нет, 39. Хорошо, 39. Не торопитесь меня постареть. Все шикардос, просто вкусняшка. Кипит все, водка наливается. Я фильм сделаю. Еще медведя возьми. Ты знаешь, что даст сверху набожника, значит будет счастье. Нет, все от нас, честно, зависит. Если мы будем правильно работать, то и будет все. Да, поэтому всем удачи, здоровья и благополучия. Такой столик у нас тут. Так, ну что, Юрочек, пойдем. Где у нас тут холодное белое варенье? Блин, ну конечно, камин вообще обалденный. Камин, да, в рост. В рост, смотри, я метр 85. Здесь можно сразу раз, это медведя, нас и прокрутил. А жар какой. Так весь навес вообще отгоревает. Да какой конфет. Все горит. Шкура медведя. Молодник, молодник. Шакал маленький. Какой это готов? Блин, бляд. Нормально. Я ж насыпаю в саде. А давайте, смотри, помешай, помешай, чтобы дно не пригорело. Шакалы воют. Охренеть. Еще дальше, Юр. Что-то. Наших шакалов громче слышно. Дай бог тебе здоровья, как обычно, самое главное, и благополучия. Еще очень важен внутренний покой, чтобы тебя окружала любящая семья, чтобы ты чувствовал, чтобы у тебя был очаг, в котором ты себя очень комфортно чувствовал. Нет, я извиняюсь, я уже только недавно это стал чувствовать. Да, может, я не обращал внимания. Вот чуть-чуть. Давай же там, за то, чтобы у тебя бжужали настоящие друзья, чтобы тебя по-настоящему любят. Один есть. Тэнь. Я смотрю, говорю, у вас эликсир молодости, сколько по 50, а вы выглядите как на 19. Я бы разве смог это все сделать? Смотри, как, пацаны, помогли еще. Санка салат бахнула, Вадюха в мясо пожарил, Санька на картофлю, блин, смотри, как быстро, на стол, поляну закрыли, все, чтобы пожараться. Рыбу наловили. А, рыбу наловили. Да, я, да. Топик, топик, с уговором тебе. Раз, два, три, четыре, пять. Одному 55, другому 49. Сутки. Был счастлив. Счастье не загорады, а счастье в горах. Сегодня моя днюха. Стоят все мои друзья. Самые лучшие, близкие, которые могут мне сказать добрых слов. Все, чтобы было все хорошо. У всех, у нас, кто мне пожелал, всем вам, парни, здоровья, удачи. Поэтому за сказанное. Ура! 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 За вас! Условия просто бомба. А кто не суспит? А что не бомба? Вообще супер. А он сталоктиц снимал, вот этот старинный, в камне. Закаменел ему миллионы лет. Подъем начался. Впереди едет таблетка и Тайгер, Тайгер во главе, Тайгер самая главная тачка, Тайгер ползет, там ни одна машина не проезет, на 1400 поднялись, уже снег есть, но люстру включать не буду, а то здесь звери разберутся. Ну что вы понимали, сейчас подъем градусов 30, камера это не передаст, и по ощущениям очко жмется, очко жмется, ну сейчас я скажу, будет когда нормально, мы еще не доехали, будет два любимых Ну все, сейчас начнется охота, сейчас будет первый гай, я попросился в гай первый раз, в горах ни разу не хватился, поэтому попросился, интересно как тут все, ну объяснили, меня по центру пустят, буду по пацанам ориентироваться, лаечка со мной, старый кобель, 11 лет уже, сейчас просто гайцы заходят, пацаны уже на номерах сидят, будем гайить, лицензия у нас есть на медведя, на кабана и на косуги, три лицензии, красота конечно вообще, мы сейчас находимся 1600 над уровнем моря, воздух обалденный, просто класс, сейчас за деревьями не видно, но там снежные горы, красота просто неописуемая, я первый раз угадал, я просто впечатлен, ну что нам сейчас там гору километровую вверх пройти и спуститься, я не знаю сколько тут дороги нужно иметь, у мужики просто красавчики, товар до водки, теперь все находятся в горы, все лицензии, все иначе, мне кажется что там по месту, все реально, я не знаю сколько, там, я же, это же не нашел вверх, не знаю, сколько тут, там я себе, о чем ты, сейчас где-то, я бы, который не вижу, я был просто гай, я не знаю как я, умею же, вверх, это такое, ну то у меня даже если что-то, это то, что еще будем, как там, я у меня, когда-то сейчас уже, и я не знаю, сейчас во второй гайбуре, будет нам нужно пересечь эту гору я не знаю сколько до нее какая высота у него счет пока не понимаю и не представляю что у меня первый гай был пустым но увидел шай они пусты не бывают да подожди ясно камеру говорю я увидел тропу медведя 1 когда вору начали подниматься я чуть не сдох я же до непривычки юра все понятно молодец я вот единство не понимаю откуда вот этих вот кто их молодых людей от тебя вчера 31 исполнился как ты тут лазишь беда вот так и лазить сколько здоровья нужно я просто не поднимаю а ты пила не брал еще после водочки представляешь как самогон крошка гуляет это просто бомба больше никогда в жизни пить не будешь я тоже так говорит я обещал что больше не приеду сюда так ты понимаешь как работает то что я вылью что это такое скорее всего медведь она сейчас в гаиле смотри свежать вообще она в гаиле она в гаиле смотри свежайший смотри медведь дай бог возьмем гай будет длинный часа 3 минимум там еще по обстановке конечно не Конечно Просто следы медведя Я вам показал Медведь есть, прям снижаешь Будем наделиться сюда Бог Может в этом гаю получится Если стрелков там много Деревья тут посмотрите Я не знаю сколько тут нужно Метров по 30 По 40 Лес просто бомба Физика тут конечно нужна Дыхалку надо разрабатывать Бегать, бегать По полям Чернозем месить Это совсем не то Есть Намного сложнее Мужики я просто поражаюсь По 40 По 50 лет Пруд вообще без остановки Красавчики просто Собака с голосом Погнала Тут Недалеко от меня Не знаю метров 150 Наверное И тут как раз В сторону застрела До сих До сих пор До сих пор он Слышал далеке До застрела тут Км 2-3 Ну что Будем ждать выстрела Сейчас Сейчас график На самом деле Туда поднимется Обозначится И начинаем идти Охота Охота трудовая Не знаю Я прям кайфую Лес Это просто Бомба Мистер Не знаю Слышно Саня Уже Зашел Но вы Стойте Пусть он Хотя бы 20 минут Пройдет А потом Пойдете Принято А что На самом верху Собака Третья Когда Я гнала Вот Маленькие копытцы Не знаю Косуля Или Что и Где 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 Ого Вижу Пошли Пошли туда Пока Не слышу Я вылазил Хребет Палки Сюда Он дешевле на первую засаду обычно. Ох, какой-то вид! Обалдеть! Это просто неопустимо. Сейчас третий гай будет. Вот три таких перевала. Первый надо подняться наверх, потом снова спуститься, подняться. Охотники вот рассказали, как вообще отходить по горам. Вот вроде смотрят на тот подъем. Не в физике, как подготовлен. А просто это все психологически как-то настроил. Вот вроде смотришь, что там высота пол километра. Просто идешь спокойно и все. Я второй гай прошел. То что подъем, то что перевал. Да, тяжеловато было. Но вообще я вышел сухой. Даже не спотел. Поэтому я немного по-другому стал мыслить. Вообще сейчас кайфову. Все, сейчас три выстрела было. Взяли медведи. Собаки облаяют. Это конечно просто непередаваемо. Вообще нет охоты. Насколько она сложная, тяжелая. Вот всего 12 километров по горам прошел. Но вымотался. И кто же вымотался и кайф такой получил. Это просто не передать. Матушка Россия. Сейчас Саня в гору поднимется. Пойдем дальше. Да, еще мне кажется этот ветер нам помог. Мы шли за ветром. Ветер был от нас на линию стрелков. Естественно медведь стрелков не слышал. И вышел. Сейчас с утра ветерок очень слабый был. А сейчас дует такой прям хороший. Смотрите дерево какое упало. Вот дерево упало. И тут видно что лежка была. Земля зализана. Шерсть небольшая. Спасибо. ну смотри какое дерево четвером не обхватишь просто жесть этот лес называется красивый лес я понимаю почему вот наш медведь охота просто класс я словами не могу это передать 19 лет на санчарском перевале их положили вот и ложка видишь вот фамилия грузин грузин да уже нашли где живет что и родственника нашли вот пилотка зимой в пилотке обмотки видишь это вы все нашли для собрали все такая ну нашли это родственников и ничего не это родственники значит днк требует потому что чтобы забрать останки если они не найдут днк то мы будем хоронить в арженикидзе сейчас памятник он звездочка сейчас сваримся заказываю табличку все и макароника короче я дать должное похоронная команда пограничника администрация будда мола молитва это музей это вы по ложке вот так вот нашли да вот по фамилии и есть у нас этот это по грузински дже бухая а вот так же бухая обалдеть уже установили все не будем хоронить медная бронзовая до бронза медь красная бронзы вот благодаря ложке еще эта книжка армейская она сейчас у товарища тоже привезут ее сюда там написано она была по-русски по грузински и адрес госпиталя вдруг его госпитале был то есть у родителей у соседей они вместе с соседей были он в этом госпитале был написал ему свой адрес и вот а останки того не нашли он тоже пропал без вести немцы 7 пулеметов один тяжелый стоял они на ледник спустились они всех положили так и долго у нас в коробке уже лежит он лежит летом вот они принесли умеешь будете двигаются везде по горам ходят задачу поставили идете по пути смотреть докладывает если собрать оформите ну надо александр васил суворов что сказал пока не будет похоронен последний солдат война у нас идет если есть база супер для охотников то что на вообще обалбенно то есть ездить ступаться ездить банька планирую крышу снесла на большая мансарда с горшком с на плене вот и егерь ездить лоба тут форель ловят красотень просто бомба но есть один минус это вот думаю тут ничего говорить не нужно смотрите сами почему у нас народ такой кто будет мыть руки кто же помылись лоба вообще-то рядом он принес лобу принес лобу сюда саня остановились заехали а вот посмотри как сосна растет камень треснула вот она сосна офигеть слюковая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok